Кейш Шарк, Курмета Отандастар. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Я сегодня провожу второй эфир, и темой сегодняшнего эфира будет так называемая политическая реформа или попытка создания некой диалоговой площадки Хасунжимарт Тухаев. Но мы все знаем, что на самом деле Тухаев не решает. Это затея Нусултана Назарбаева, это старая его фишка, которую он регулярно применяет, когда пытается отвлечь внимание общественности, запутать и увести в сторону. Такого рода так называемые национальные советы. Вот сейчас Хасунжимарт заявил, что он создает национальный совет общественного доверия во главе с самим собой. Ранее такие советы создавал Назарбаев и в 2003 году, например, так называемый НКВД, тоже некий аналог. У него был же еще более ранее, где-то в 1997 году, создавался так называемый Совет по национальному и устойчивому развитию страны. И вот таких советов, обеднений Назарбаев столько понасоздавал, что уже никто и не помнит. Но помнит только одно, что от них никакого толку не было. И, собственно, вот нынешняя попытка создать такой национальный совет общественного доверия, НСОТ, как его сейчас коротко называют, он, конечно, это тоже из серии Назарбаевских проектов, проектов мертвецов. Сейчас очень много слухов ходит, что Назарбаев умер, раскидывают его тотально по WhatsApp. Люди взволнованы и очевидно, что в любом нормальном обществе, когда реально страной руководит именно Назарбаев, стоит над Такаевым, над парламентом, над Акимовым областей и все прочее, то такие слухи недопустимы. И в этом случае идет просто опровержение. Он дает интервью, выступает. Предыдущие годы, собственно, Назарбаев так и делал, но сейчас такого рода пауза, она просто приведет к тому, что действительно наша страна полностью поверит, что Назарбаев умер. А если кто-то и появится, что это двойник, ну, со всеми вытекающими последствиями. То есть, для нынешней власти это же, им же хуже будет, что называется. Вот. Я сегодня хотел прокомментировать, что такое, так называемый, Национальный совет общественного доверия, что он из себя представляет, и вообще, нужно ли серьезно воспринимать такие инициативы. Ну, пусть даже будем считать, что это Такаев заявил об этом. Пусть даже так. Итак, вообще в мире все очень устроено просто. Легитимность определяется выборами. Когда народ голосует, голосуют за своих представителей, это депутаты, это парламент. Именно парламент является тем самым решающим местом, где принимаются нужные законы для граждан страны. Эти законы отражают настроение их, настроение людей, их требования. В этом же парламенте происходят дискуссии с представителями гражданского общества, с неправительственными организациями. В этом же парламенте заседают партии, потому что в парламент попадают именно партии, которые завоевали места в парламент. То есть парламенты спорят, партии дискутируют. И если какие-то партии вдруг не смогли получить необходимое количество голосов для того, чтобы участвовать в работе парламента, то, безусловно, в самом парламенте существует масса площадок, когда идут консультации, встречи с представителями неправительственных организаций, с партиями, которые не прошли парламент. Ну, одним словом, со всеми слоями общества. Собственно, для этого существует парламент. Существуют их приемные, приемные депутатов. Депутаты ездят по своим регионам, по своим участкам, встречаются и с бизнесом, встречаются с населением, встречаются, собственно, со всеми, кто хотел бы с ними встретиться. И далее депутат, по сути, в парламенте отражает эту позицию. Это во всем мире так построено. Если еще существует должность президента, то, конечно, у президента существуют определенные полномочия. Есть администрация президента, есть отдельное правительство, которое тоже имеет разные институты взаимодействия с обществом. Министерства, министры, различные агентства, разные комитеты. Далее, также общество устроено на местном региональном уровне, когда существует акимобластей, городов, населенных пунктов. У этих людей, руководителей, тоже есть определенные полномочия. И эти полномочия даны народом. То есть, когда власть избирается на всех уровнях именно народом, делегируется полномочия акимом областей, городов, населенных пунктов, именно самим народом, собственно, автоматически формируется площадка для взаимодействия граждан, всего общества в целом, государственными институтами власти. А что же сейчас в нашей стране происходит? Возьмем простой пример. Вот, собственно, трагедия в Арысе. Мы видели разве депутатов, которые представляют Туркестанскую область, Южно-Казахстанский регион, собственно, сам Арыс. Мы разве видели депутатов, которые приехали, как в Шимкен, так в Арыс, которые бы сейчас передавали бы настроение людей, беспокоились о них, беспокоились о строительстве домов. Это просто прямая обязанность депутатов, и, собственно, для этого существует парламент. У нас же парламент бездействует. Почему? Потому что в реальности народ не избирает депутатов. Также народ не избирает и президента. Он три с половиной года, Назарбаев с Такаевым договорились, Назарбаев сказал Такаеву, что ты будешь президенту, и сымитировали, собственно, сами выборы. Подставные кандидаты появились и нарисовали какое-то количество голосов. То есть президент, он нелегитимный. Он нелегитимный, соответственно, нелегитимный. Ни правительство, ни депутаты, и вообще вся власть нелегитимна, потому что она не избиралась честно народам на выборах. Вот, собственно, эта ситуация привела к тому, что общее недоверие, недоверие к Такаеву. Наши граждане говорят, что Такаев не наш президент. Мы его не избирали, мы за него не голосовали. И возникает ситуация, когда нынешняя власть пытается, по сути, получить доверие со стороны граждан, создавая разные структуры в виде Национального совета общественного доверия. Хотя, что тут огород городить? Есть парламент. Если ты считаешь, что не хватает контакта с обществом, с гражданами, значит парламент не работает, значит парламент нелегитимный. Есть очень простое решение. Распускаешь парламент, проводятся честные выборы, и депутаты начинают представлять тот самый народ, с которым так называемый Национальный совет общественного доверия хочет найти контакт, выстроить доверительные отношения и, по сути дела, реагирует на запрос общества. Вот, собственно, а для чего нужен тогда парламент? Для чего нужен парламент? Для чего нужно правительство? Для чего нужны министерства? Зачем создавать такую искусственную настройку, при этом формируя состав из 44 человек, из тех людей, которые в полной мере зависят от власти, являются депутатами парламента действующего, то есть они, фактически у нас парламент состоит только из Нуратана. Так называемая КНП, это фейк, это отдел партии Нуратан, так называемый Акжол, якобы партия Бизнесмен, это отдел партии Нуратан, поэтому мы все понимаем, что это полностью власть находится в руках Назарбаева под вывеской Нуратан. Поэтому, когда в составе Национального совета по общественному доверию находятся фактически те же самые депутаты, возглавляет этот совет сам Токаев, президент страны, второй его заместитель, руководитель администрации президента, третий это его советник, и практически там несколько человек представляют собой гражданское общество, но они все в той или иной мере прямо зависят от самой власти, от Токаева. Тогда в чем смысл этого совета? Я хотел бы сказать, что в мире еще, когда создаются разные площадки, как диалоговые площадки или совет по национальному доверию, там еще что-то, есть такие примеры, но они обычно такие. Ну, например, возьмем Ливию или Сирию, когда там возникает война, когда противоборствующие стороны не могут договориться, когда парламент не работает, только военные действия. В этом случае, когда стороны ищут возможность договориться, компромисс действительно организовываются такого рода площадки, когда формируются представители разных политических течений, разных кланов противоборствующих сторон, тогда действительно формируются такие площадки, и они пытаются на этой площадке как-то между собой договориться. Обычно в этом случае какие-то страны предлагают нейтральное место. Собственно, так было по Сирии, когда Назарбаев предлагал встретиться в Казахстане, или там были встречи в Турции, и еще что-то где-то в третьих странах. Но разве в Казахстане война? Зачем нам нужен Национальный совет общественного доверия? Само название говорит о том, что этого доверия нет, у общества нет доверия. Тем более не может быть доверия в том случае, если парламент страны не работает, министерствам правительства у граждан страны нет доверия. Вроде нет войны, а доверия нет. И когда в этот состав входят все провластные люди во главе с президентом страны, и при том, обратите внимание, это консультационно-совещательный орган, то есть он вообще никаких решений не может принять. Они могут только принять следующее решение. Решение посоветовать Токаеву. Но комизм заключается в том, что он сам, президент страны, является председателем этой комиссии. И комиссия, он сам его подписывает, советует, то есть Токаев советует самому себе. Он же консультационно-совещательный орган. Они там голосуют, чтобы посоветовать кому? Токаеву. Токаев председатель этой комиссии. То есть они, когда пишут такие документы, они даже не понимают, какие абсурдные документы они описали, написали. То есть национальный совет, председателем является сам президент, и его голос при случае равенства голосов, чтобы ему посоветовать, посоветовать, не принять решение, является решающим. И он сам себе выносит протокол, которым сам себе советует. Вдумайтесь, абсурд. Ну и потом, обратите внимание, тут вообще очень такие смешные вещи написаны. Просто сидишь и поражаешься. Поражаешься, поражаешься, как у нас по этому поводу говорят тупости, те, кто это написал. Смотрите. Что здесь говорится? Что все решения оформляются протоколом, который подписывает председатель, то есть сам Токаев. И дальше государственные органы, общественные объединения, получившие рекомендации национального совета, рассматривают в порядке установленных законодательством Республики Казахстана. Так вот, законодательством Республики Казахстан, это никак ничего не предусмотрено. Это вот как бы частная лавочка, напишет вам рекомендацию, вы и так посмотрите на эту бумажку и выбросите, скажет, ты кто вообще? Что ты мне здесь советуешь? То есть наше законодательство Республики Казахстан не предполагает, что некий орган, называемый национальным советом по доверию, общественному доверию, напишет какую-то бумажку и он должен как-то на него реагировать. Здесь же написано соответствие законодательством. А в соответствии законодательством нет никаких механизмов реагировать на такого рода совет, включая самого Токаева, включая самого правительства, включая парламент. Вообще, ну нет законодательствий, никаких нормативных актов, которые бы принимали советы такого нелегитимного органа. Вообще, я хотел бы вам напомнить, что такого рода затеи, как вот, например, Ассамблея народов Казахстана, вообще нелегитимный орган. Что там такое? Он сам описал список, кого-то включил, и это Ассамблея народов Казахстана якобы организовывает дружбу народов Казахстана. Ну, абсурд. Как может какая-то Ассамблея, где персонально каждого включил в этот список Назарбаев, решать такие вопросы? Это опять вопрос парламента страны. Это вопрос парламента. Это, в конце концов, касается властных полномочий самого президента страны. Так здесь еще смешные вещи написано, что рабочим органом этого национального совета является соответствующее структурное подразделение администрации президента республики Казахстана. То есть, все положения, все рекомендации, что нужно, какие вопросы нужно выносить, это обсуждение решает, кто такая, спрашивается, а зачем этот совет создавать? Создавать видимость, просто видимость так называемого общественного доверия. Ну и просто все это лишний раз показывает, что это бесполезный совет, он никому не нужен, на него они просто потратят ресурсы, сымитируют определенную деятельность, и итог будет такой же нулевой, как все предыдущие советы. Что должен делать, собственно, Такаев, Назарбаев, не имеет никакого значения. Существующие органы власти, они должны стать легитимными и действительно представлять народ. Значит, если они эти функции не исполняют, они должны быть распущены. Если это говорит, например, если вернемся к работе парламента. Мы все понимаем, что депутаты, это все креатуры, но султан Назарбаев, и народ их не избирал. Поэтому, если этот парламент не работает, не принимает никаких решений, не реагирует на запрос народа, он должен быть просто распущен. А тут же получается как? Этот национальный совет, они встречаются минимум три раза в год, а в реальности они пишут, это минимум, а значит больше. Что-то обсуждают, при том обсуждают те вопросы, которые находятся в рамках полномочий президента страны, правительства, самого парламента. Они просто консультируют. Самое смешное, что, смотрите, какие задачи стоят перед национальным советом. Оказывается, основными задачами национального совета являются проведение общественной экспертизы, проектов, концепций, государственных программ и нормативных правовых актов. Государственные программы утверждает правительство, и некоторые из них согласовываются с парламентом. Нормативные правовые акты, опять же, как могут они проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов, если у нас есть Министерство юстиции, есть парламент. То есть, фактически, они передают функции полномочия некому совету, ну, точнее, даже дубляж, потому что их совет ничего не значит, потому что законодательная инициатива обладает парламент страны, правительство, в конце концов. Но тогда смысл этого совета, если он не обладает никакими правами, только советует, консультирует, притом сам себя, потому что председателем этой комиссии совета является, собственно, сам президент страны, включая его руководитель администрации, президент и так далее. Просто вдумайтесь, какие абсурдные вещи городит, собственно, сам Такаев и Назарбаев. Вот если начнешь его раскладывать, тут получается вообще полный цирк. И здесь обеспечение конструктивной диалоги между представителями общественности и политическими партиями. Все политические партии, они являются Назарбаевскими. О ком диалоге идет речь? О ней в парламенте на худой конец. Мертвые партии есть, которые зарегистрированы, но вылезают, выстреливают в период выборов. Ну, советуйтесь с ними, консультируйтесь в парламенте. Причем здесь этот совет. То есть, понимаете, здесь написано все то, что и так должно работать в рамках созданных институтов власти. Зачем он создается? То есть, когда ты начинаешь читать этот документ, понимаешь, какой позорный документ рожден. Он не то что противоречивый, он не соответствует ни нормы закона, ничего. Более того, как можно самому себе советовать, находясь еще в каком-то неком совете, который принимает решение и окончательное решение за этим председателем. Зачем его создавать? То есть, я такие детали объясняю, чтобы показывать, что это попытка запутать людей. Запутать и сымитировать какую-то деятельность. Якобы какие-то 44 человек, которые все являются в основном нуратановцами, представителем власти. Буквально несколько человек туда затесались, попали. Конечно, я считаю, что для них это удар по их личной репутации, если они туда вошли. Зачем? Зачем имитировать бурную деятельность там, где деятельности никакой не будет? Это только просто позориться, травить свое имя. Поэтому, уважаемые друзья, вы все должны понимать, что Национальный совет по общественному доверию, это просто вывеска. Она ничего не будет решать. И ссылка на соответствующее законодательство, которое здесь написано в положении, говорит о том, что все эти решения можно просто выбросить в урну. Потому что действующее законодательство никаким образом не регулирует, не обязывает, не приказывает, не заставляет и не принимает как руководство к действию. Ну вот, собственно, первые действия, первые шаги Токаева, это якобы списание кредитов. Вы видели, что это имитации, никаких кредитов толком не списали. Взаимодействие с обществом, вы видите, это просто вывеска, никакого взаимодействия нет. С матерями говорили, что с 1 апреля будут все вопросы решены по выплатам, не решили. Он говорил, что будет демократия, все прочее, обеспечить прозрачность выборов. Вы сами видели, какие были выборы. Поэтому, уважаемые друзья, сейчас по стране распространяются слухи, что Назарбаев умер. И кто-то с надеждой ждет, что вот теперь Хасамжамарт возьмет власть в свои руки, что якобы ему кто-то мешает. Распространяются слухи, что там Дарега сейчас борется за власть и собирается там какие-то команды военные создать, отстранить Токаева от власти. Это все ерунда. Уважаемые друзья, чтобы вы понимали, там во власти полные амебы, начиная с Токаева. Вообще все окружение так подобрано, что никто не может принять ни одного решения. Все будут бояться, оглядываться, что на них будут стучать. И все они будут имитировать деятельность. Если завтра Назарбаев умрет, ничего не изменится, потому что в первую очередь народ молчит. Когда будет народ действовать, он любую власть заставит исполнять законы и конституции страны. Если народ не будет действовать, будет ждать, что шукур-толба, что завтра что-то изменится к лучшему, давайте подождем Токаева, завтра подождем Дарегу, послезавтра подождем Карим, как изменит ситуацию в стране, вы понимаете, ничего не изменится. И существующим руководителям, в кавычках, неизбранным народом, нет никакого резона проводить какие-то реформы. И так все хорошо. Народ молчит, миллиардами можно воровать, ну немножко там повозмущаясь в социальных сетях, а мы сымитируем деятельность, создадим национальную комиссию, соберем каких-то блогеров, каких-то депутатов, каких-то более-менее нормальных людей, но которые просто думают, что может быть, будут полезны. На самом деле это полное заблуждение. Ни у кого не должно быть иллюзии. Пока мы не сменим эту политическую власть, политический режим, не построим парламентскую республику, все это будет действием, что называется, гора родила мышь. Поэтому, уважаемые друзья, никаких иллюзий, никакого доверия, так называемый Национальный Совет по общественному доверию во главе Стокаева, нет доверия этой политической верхушки и этому режиму. Пора его менять. Создавайте ячейки, ячейки, объединяйтесь, готовьте политические забастовки, экономические забастовки. Нами создан штаб демократического выбора Казахстана. Мы помогаем создавать ячейки, мы готовимся к масштабным акциям, и в этом году мы должны добиться полной смены режима. Аллах, Казахстан! Продолжение следует...